всем большой привет сегодня хочу снять видео обо всем о своих готовых работах о процессах о покупках о планах на вязание это видео будет посвящено целиком и полностью о летнем вязании она меня захватила просто с головой я вяжу как плечевые изделия так и носки так у меня в планах еще и купальники и все это из летней пряжи я кстати сейчас сижу в футболочке и не очень видно которую я вязала в прошлом году из пряжи drops belle и я снимала видео историю одной вещи на эту футболку только из другого цвета уже этот цвет сняли производство сейчас уже не найти в продаже есть аналогичный похожий по моему лесной коричневый как так называется вальт браун что-то такое а я вязала из цвета розового да это тоже очень красивый цвет и с удовольствием сейчас ношу эту футболочку так в прошлом видео я вам показывала что начала вязать crop top из красивой пряжи 100% хлопок такого нежного цвета орхидеи я бы сказала давайте вот так вот как-то очень близко я поставила камеру в общем я этот crop top довязала вот так наверное я его довязала но он получился неудачный немного уже помялся пока я тут все настраивала я взяла не из оригинальной пряжи как я уже сказала это был стопроцентный хлопок от санны сгарны 50 граммов 180 метров нужна мне была лана гросса эластика там 160 метров на 50 грамм спицы крупнее и самое главное что-то оригинальная пряжа она тянется так как здесь 100% хлопок то в местах обработки вот где выполняется такое петлевка здесь все очень-то плотненько и особо не тянется тем более я очень старательно ее вывязывала и у меня просто как забетонировались все эти края если низ он подвижный еще более-менее здесь был наборный край на бросовую нить и потом сделаем подгиб то эти края они очень плотные очень такие твердые топ получился маленький короткий и носить его не могу даже дома поэтому буду его распускать и неудачная к сожалению вещь но сама модель клевая буду ее вязать я думаю что обязательно буду вязать но из оригинальной пряжи как я уже сказала там всего два мотка нужно но мой первый размер надо будет купить и связать но я попробовала удовлетворила свой интерес и буду теперь знать плюс ко всему здесь снизу нужно вдевать обязательно резинку тоже мне надо будет ее купить и в следующем топе сделать резинку потому что этот подгиб отличается от китлевки он как я уже сказала более такой растянутый эластичный и нужно его чем-то зафиксировать здесь по линии под грудью чтобы это было в обсяж куда никуда не уезжало когда там руки поднимаешь ну можно конечно подлиннее связать но все таки стоит вдеть сюда резинку в общем у меня еще два с половиной мотка этой пряжи и недолго думая я начала вязать извините сяду на место долго думаю я начала вязать еще один топ который я вижу просто каждое лето это топ de france по описанию юли вежуви вот так вот он у меня сейчас выглядит я совсем не распустила уже не забросила это дело я начала вязать вчера и вечером глянув на этот вязаное полотно мне показалось что оно какое-то кривое некрасивое не понравилась не моя плотность как-то так я очень расслабленно вязала и думаю наверное распущу свяжу топ резинкой 3 на 2 а сейчас перед тем как вот задумать снимать видео я решила его отпарить отпарила и мне понравилось как-то все встало на свои места все так разровнялось что мне не распускать его не будут цвет пряжи мне очень нравится я так и так хотела какой-то летний топ так что буду продолжать его у меня есть пуговки остались еще от первого топа такие полупрозрачные беленькие тоже к этому цвету хорошо подойдут так что будет у меня еще один топ я вам напомню что я вязала первый топ из пряжи соло алина вот так он выглядит второй топ я вязала из пряжи лана гросса по моему соло сета называется она вообще такая плотненькая мне кажется даже нет фотографии топа и вот третий будет тоже из тоненького хлопка я вижу не на тех спицах на которых юля рекомендуется на вообще по моему на четверке где-то так и взяла я на троечке и конечно же не на первый размер не на xs я вижу на м и он должен на xs хорошо подойти топ из соло лина я вязала на размер с тоже хорошо соло лина кстати очень классная пряжа такая струящаяся холодит даже немного и вы не поверите но я бы еще и соло лина такой связала просто из другого цвета не серого какой-то другой выбрать там очень красивая палитра да я тут человек который по несколько раз вяжет одно и то же и от этого не устает дальше я озвучивала также в прошлом видео что хочу связать ажурные носочки из носочной пряжи с хлопком реки кота так она называется и я их связала тоже закончила вот они красивые носки очень классно смотрится этот ажур то есть все как я себе и представляла эти носочки я увидела напомню у оксаны с канала оксу она из белой пряжи вязала тоже содержанием хлопком и вот я за ней повторила так что оксан спасибо тебе за идею я хочу связать еще несколько таких пар но конечно в другом цвете в идеале в белом чтобы носить самой в кроссовочке куда-то но вот эти тоже вообще круто смотрятся на ноге надо сделать кстати фотографию еще не фотографировала здесь я сделала пяточку бумеранг чтобы он более-менее миниатюрно все это выглядело и добавила небольшой клин подъему как сказала оксана что я не помню она так говорила или нет но в общем я поняла что если обычную пятку взять это будет смотреться немного смотреться не на ноге а именно чисто визуально немного грубовато и вот опять же по рекомендации сделала пятку бумеранг и мне все нравится суперские носочки надо сфотографировать обязательно добавить себе их в ленту в инстаграм для истории так дальше как я уже сказала очень хочется мне вязать разные летние топ и летние вещи и я в инстаграм забила хэштег топ крючком или летний топ просто и случайно наткнулась на обалденный он называется не кроп топ а бралет по описанию кати и и ник в инстаграме катя шар и меня в первую очередь привлекла привлекло одно воплощение по этому описанию давайте вставлю фотографию этой девушки просто потрясающе выглядит сидит смотрится цвет не знаю она блондинка и очень идет этот топ в этом цвете и я прям загорелась я просто не могла дождаться утра чтобы начать что-то предпринимать так как у меня оригинальной пряжи не было в наличии в оригинале это топ вяжется из дивы alize diva stretch я решила попробовать из такого вот хлопка у меня в наличии он был это органический хлопок от schochenmeyer 50 грамм 155 метров конечно он намного толще чем diva stretch diva там 100 граммов сколько 400 метров то есть похоже кстати на носочные вот эту вот пряжу то есть по идее можно этот бралет вязать вот из реки окоттон или с какой-то другой пряжи 100 грамм на 400 метров в общем я начала вязать этот топ но вы видите я все распустила из стопроцентного хлопка он получается очень такой твердый не тянущийся и я забросила эту идею решила поискать на просторах интернета купить где-то пряжу alize и мне посчастливилось на ebay с легкостью нашла один моточек стоит 375 за 100 грамм это совсем недорого очень обрадовалась и заказала два цвета и мне сегодня же то есть вчера мне выслали сегодня уже пришла посылка и сейчас вам покажу я ее уже открыла чтобы сильно не шуршать первый цвет вот так вот он выглядит этот цвет номер 350 и он не совпал с моими ожиданиями на сайте он выглядел как такой нежный светлый просто небесно голубой цвет очень он мне понравился его даже первым добавила в корзину вторым цветом я хотела взять как раз таки взять по примеру той девушки топ который меня особо впечатлил этот цвет был каму сначала я его добавила вторым а потом мы пообщались с катера я поделилась не что хочу связать такой бралет и попросил у нее совета из какого цвета она говорит на голубой тебе точно пойдет а второй цвет говорит у меня есть эта пряжа в цвете бишь номер 167 она мне показала эту пряжу и я решила вместо кема выбрать вот этот вот действительно вот этот цвет просто идеальное попадание должно смотреться очень очень хорошо прошу прощения с какие-то постороннейшими у нас уже заканчивается стройка последние уже работы идут надеюсь что скоро уже никакой шум не будет отвлекать в общем теперь у меня есть 2 моточка лизе дива стрейдж и я буду писать бралет первый который вам показала это тоже возможно будет бралет либо у кати вообще полно просто описаний и на купальники и на топы и шорты и штаны и платья даже пола у нее недавно вышла и я не знаю это просто какая-то мания меня захватила я хочу связать возможно свяжу еще купальник не знаю но начну конечно же с бралет я вообще с крючком на вы всегда порваюсь им вязать но не знаю что из этого получится кстати этот бралет вяжется крючком номер два либо 175 у меня только номер два в наличии мне надеюсь что его будет достаточно буду вязать плотно стараться сейчас сниму видео и побегу вязать вообще еще хочу сказать что про крючок добавить я от себя не ожидала но в этом году крючок захватил весь мой разум и я нашла несколько классных таких работ просто для вдохновения может быть я свяжу еще что-то подобное первое давайте вам буду вставлять картинки рассказывать я примерно помню что там себя бы сохраняла первое это в такой вот белый топ с рукавчиками коротенькими фонариками он связан довольно таки с толстенькой пряжи столбиками с накидами насколько я вижу должно все это вязаться очень просто но за исключением рукавчик но по крайней мере выглядит это очень красиво просто сохранила себе эту фотографию второй топ это топ из бабушкиных квадратов к этому топу есть даже схема на просторах интернета и легко можно найти вообще автор этого из теле девушка из кореи у нее нет мастер-класса просто вот она связала начали повторять вязальщицы нашли схему и как говорят завирусился этот топ очень красиво смотрится кажется какими джинсы шортами такими рванными вот этот вот топ в белом цвете будет очень круто летом на загорелой кожи смотреться так что у меня там дальше есть дальше вставлю вам фотографию еще одного бралета по описании кати шар он немного покороче идет тоже красиво выглядит и хочется мне еще еще связать вот такое что-то так еще есть вот такой вот топ это по-моему вязала алена я не помню как точно юник в инстаграм но наверное года три назад когда в очередной раз мне захотелось вязать крючком что-то летом я наткнулась на youtube мне кажется даже начинала потому что бросила ну вот можно связать и такую вещь и еще очень очень красивый топик которому тоже есть все схемы казалось бы просто бери и вяжи не знаю может быть я решусь тоже такой белый ажурный и все эти вещи связаны крючком надеюсь я ничего не забыла если забыла про то просто вставлю фотографию чтобы вы посмотрели а вот еще что хотел сказать помимо плечевых изделий то есть каких-то нательных мне еще очень хочется связать сумку вообще все девчонки поголовно в инстаграм на ютюбе вяжут сумки крючком я уже даже искала рафию испи но честно говоря я ее нашла она стоит она просто космически дорого одна бобинка около 17 евро на сумку конечно это хватит наверное я думаю там по моему 260 метров на небольшую какую-то сумочку да она лучше больше это честно говоря дороговато я здесь немецких магазинах только в одном встречала рафию там совсем мало метров стоит она тоже не дешево по-моему около 5 евро 80 или 70 метров что-то такое так ну то на то и выйдет наверное одна бобинка рафии испи либо три там четыре моточку местной рафии я даже купила на базаре у нас проходят ну типа плашинные рынки я увидела сумочку связанную крючком давайте наверное вставлю вам просто фотографию не пойду уже за ней она у меня где-то лежит на столе увидела эту сумочку сразу поняла что это хендмейт и купила ее не то чтобы носить а просто как образец я же уже несколько раз говорила что хочу связать авоську и возможно свяжу что-то подобное еще и на этом наверное все все вам показала да все показала все рассказала спасибо большое что посмотрели мое видео встретимся с вами в следующих роликах а я пошла вязать бралет пожелайте мне удачи всем пока пока а и Продолжение следует...